Федеральная служба кадастры и картографии создана в январе 2000 года и работает в Артёмовском уже 2012 год. На сегодняшний день в службе 15 специалистов. Из них трое занимаются земельным контролем. И 12 человек – это специалисты по приему и регистрации документов на недвижимое имущество. За первое полугодие 2011 года у нас принято на регистрацию 4745 заявлений о государственной регистрации права. Если еще года два назад у нас практически не было зарегистрировано сделок с жильем, то сегодня уже очень много пошло снова сделок с жильем, с квартирами и особенно с домами. В упрощенном порядке по 93-му закону заявление поступило за первое полугодие 149, то есть пошел спад заявлений на регистрацию прав на земельные участки, гаражи и жилые дома. И особенно неохваченными за весь этот период с 1996 года оказались жители Булнаша и поселка Красногордейский. Активизировалась работа по регистрации прав в упрощенном порядке в поселке Низивай в связи с приходом специалиста, который начал этим заниматься. До этого Низивай вообще ничего не регистрировал. У нас очень много пошло дел по регистрации прав на жилые, особенно дома, с использованием материнского капитала. На сегодняшний день зарегистрировано где-то 700 прав на жилые помещения с использованием материнского капитала. Срок регистрации там 5 дней. Очень активно молодые мамаши используют этот материнский капитал для приобретения жилья. Обладателям гаражных боксов в гаражных строительных кооперативах важно знать, что им необходимо зарегистрировать право собственности. Если на сегодняшний день активно принимали участие люди, которые строили гаражи индивидуально, они оформляли в собственные земельные участки и расположены на них индивидуальные гаражи, то в ГСК у нас дела обстоят несколько похуже. У нас на территории Артемовского района вообще-то по состоянию на начало нашей работы насчитывалось 250 гаражно-строительных кооперативов. Периодически мы выступали в печати и привлекали людей к регистрации права собственности на гаражные боксы в составе ГСК, потому что, как правило, у них ничего не зарегистрировано. То есть у них нет прав, которые признаны государством на эти гаражные боксы. Фактически они ими владеют, а документально ничего не оформлено. Вот на сегодняшний день у нас в регистрационной службе имеется 59 пакетов документов на гаражно-строительные кооперативы. То есть те ГСК, на которые документы у нас есть, владельцу гаража достаточно предоставить нам справку о выплате паевого взноса и кадастровый паспорт БТИ. И на основании этих двух документов мы зарегистрируем право на гаражный бокс ГСК. Те же ГСК, которые у нас ни разу не проходили ни по каким документам, значит, им необходимо представлять пакет правоустанавливающих документов. Даже на сегодняшний день мы принимаем старые уставы. То есть там документов всего несколько, которые предоставляются один раз, в основном председателями кооперативов. Это устав, постановление о создании ГСК, об отводе земли и протокол выборов председателя кооператива. И самый главный документ – это списочный состав членов ГСК. Списочный состав членов ГСК должен быть обязательно составлен на последнюю отчетную дату. Потому что если ГСК создали в 80-м году и прошло 30 лет, то, конечно, многие владельцы гаражных боксов поменялись по домашним сделкам в основном. И поэтому для того, чтобы зарегистрировать право на сегодняшний день, нужно свежий список ГСК за подписью председателя. Вот в прошлом году у нас зарегистрировали права на свои гаражные боксы гаражно-строительный кооператив поселка Буланаш. Там всего было 84 гаражных бокса. Была большая работа проделана, особенно по составлению списка членов ГСК. Но в принципе все обошлось. То есть вопрос в принципе решаемый. Я просто призываю всех регистрировать свои права. В худшем случае, не заверив свои права документально, владелец гаражного бокса не сможет нормально ни продать его, ни завещать. На такие гаражные боксы раньше БТИ выдавало регистрационное удостоверение. Это удостоверение действительно до 25 января 2000 года. Эти удостоверения у нас принимаются как правоустанавливающие документы. Имейте на руках такой документ, можете легко продавать, завещать и прочее. Если нет никакого документа, то нет и гаража.